Всем привет дорогие друзья, подписчикам и просто людям, которые смотрят мой канал. С вами как всегда на связи Epic Games 007. Возможно некоторые люди, которые не смотрели этот выпуск с самого начала, удивлены. Как так? Попаданец и Mountain Blade, что это такое? Для тех, кто и знает содержание наших прошлых частей, я кратко напомню, что мы играем не в простой Mountain Blade, а в эпический. И у нас главный герой, он попаданец из нашего современного мира. Зовут его Толяныч. Это простой был офисный менеджер. И он случайно провалился в средневековье в фантазийный мир Mountain Blade, параллельную реальность. Как и всякий современный человек, ну не всякий, а большинство наверное, да, он не слишком-то умеет и как-то ездить на лошади, не слишком-то умеет обращаться с мечами, с луками, с арбалетами, со щитами. Ну а когда-то, когда-то в детстве, как и все мы, наверное, играл в Робин Гудов, играл, старался деревянными мечами, ходил в секцию третивания, как многие, наверное, в свое время. И поэтому, кое-какие навыки у него были, и он с успехом их применяет. Поэтому он, скорее всего, будет здесь не воином, а тактиком. Так как наш Толяныч очень любил компьютерные игры, очень любил играть в Mountain Blade, и поэтому он немножко представляет себе тактику игры, да, вернее тактику боя, как нужно воевать с противником, немножко представляет себе об этом мире, его систему, его взаимоотношения, да. Так, на чем мы остановились? Мы остановились на том, что мы разгромили лагерь бандитов, мы выполнили два места местного торговца, мы сделали небольшой мятеж правильнее, но, в принципе, король не был доволен им, и пришлось и торговцу оттуда убраться, и нам. Если вы не смотрели эти прошлые серии, где очень интересные, то очень и очень советую вам их посмотреть, вы многое потеряли, и многое приобретете. Итак, сейчас продолжаем. Я хотел бы сейчас все-таки найти, куда сдать вот этих разбойников лесных, да. Потому что я не хочу сейчас принимать себе свой отряд, но я могу их, я думаю, продать куда-нибудь. Итак, у нас пока Толяныч второго уровня, надо нам срочно подмещиться, да, в правильник. Для этого мы отдохнем немножко здесь, пару деньков. Так, и, наверное, подумаем, чем мы будем заниматься. Ну, почему бы нашему Толянычу не посетить еще раз таверну, да, это место, где действительно, как видим, здесь наемный мечник. Ну, пока наемников брать не будем, хоть они и хороши в бою, но все-таки они дорого стоят. А наш Толяныч, как видите, пока он такого, немножко бомжеватого вида, да, он похож на такого даже Робин Гуда, я бы даже сказал. Вот смотрите, я вам сейчас его покажу, по всей красе. Сейчас он его на фоне, так сказать, да, запечатлением. Похож на какого-то лесного разбойника, сам на какого лесного гандита. Такой суровый взгляд у него, суровый вид. Несколько потасканная, поношенная одежда, уже не видавший вид. Капюшон черный, да, арбалет за плечо, такой топорик зазубренный. То есть явно видно, что парень не промах, но в то же время большими деньгами у него не звенит в кошельке. Поэтому наш Толяныч продолжает искать приключения, продолжает чем ему заняться, да. Я предлагаю, наверное, прогуляться по улицам, посмотреть дневниковый город, по всей красе. Может быть, что-то мы найдем. Я помню, что когда-то я находил что-то интересное, в каких-то ящиках. Можно даже поговорить. Идите себя хорошо, и тогда не будет никаких проблем. Сказал нам несколько полицейских. Ну что ж, Толяныч не возражает, почему бы и нет. Обожаю вообще эту готичность, да, эти деревянные здания. Здесь все очень классно в игре сделано. Хотя игра вышла уже давно и является как бы последователем, да, просто Mountain Blade. Это Warband. Но, тем не менее, графика, конечно, на высоте, я считаю, для такого типа игр. Вот темницу. Так, кто сейчас в заключении? Сейчас там нет никого. Ну что ж, ничего не надо. Ну хорошо, тогда мы еще немножко отдохнем. Денег у нас пока не очень, да. Я предлагаю, наверное, Толянычу отправиться пока на поиски приключений. Так как ему надо свой тренировать опять, нужно думать, чем заняться в этом мире. Возможно, он поступит на службу какому-то королю или какому-то ворду. Так, а тем не менее, мы видим шесть воров, которые от нас бегут. Разумеется, разумеется, наш Толяныч мимо воровства не пройдет и воров накажет, да, тем более, что у нас силы это позволяет. Сейчас посмотрим. 25-52. Но у нас, к сожалению, здоровье еще не восстановилось. Половина всего. Поэтому Толянычу придется себя поберечь в битве. И он говорит разбойникам, вставайся или умри, сволочь такая. Так, и у нас десять бойцов против шестерых противника. Ну что ж, бойцы наши неплохи. Я думаю, кстати, что нашего офицера, компаньона, да, нужно взять обязательно себе в отряд. Я сделаю себе отряд таких вот телохранителей. Вы увидите, как это делается в этой игре, если вы это не знаете. Вот. Ну, сейчас мы пока повоюем. Я думаю, что наши войска прекрасно справятся и без нас, в принципе. Ну, можно тренироваться немножко. любые арбалеты в общем-то нет. очень полезные здесь в игре именно арбалеты. Так, вот на нем здесь урона мы мажем. Ну, в принципе. Оставляем пока эту галудьбу на своей армии, да. Хотя можем ей дать немножко урона. Есть. Хорошо. и пока мы отвлекаем наши войска довольно-таки успешно. Успешно. 10. Отлично. Прямое попадание. Ну, что ж, дети мои, давайте, заканчивайте с ними. Время не ждет. Отлично. сделались мы с варьем. Ну, в принципе, это было несложно. Хоть моя армия не представляет себя пока ничего, но тем не менее она уже значительно-значительно превосходит. Хоть и не по количеству даже, а по качеству, скажем так, да. Варье это. Так, ополченник сват. Ну, давайте сделаем, я не знаю, стрелок сват, давайте сделаем. Так, Мизара. И сейчас я вам покажу, как мы из него сделаем новый отряд, то есть будет родоначальником нового отряда, который будет у нас нашими телохранителями. Делаем, допустим, варь без имени 4. Переименовать. ставим здесь, ставим здесь, ну, как мы назовем, можно назвать телохранителями, можно назвать security, можно назвать даже, наверное, давайте спецназ напишем. Так, 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 спецназ. Отлично, спецназ будет у нас. Так как я тут мы будем качать. Так, да. спецназ у нас будет или я ничего не правду взял, ну да ладно, потом посмотрим. Так, тем не менее, мы отправляемся дальше в поиск приключений. Возможно, мы еще найдем с присчастливыми людей, так как мы можем нанять, сколько мы можем, мы можем аж 54 человека нанять, но, да, но с деньгами пока у нас будут проблемы, если мы сколько возьмем, конечно. Пока нам так много не надо, так как я, лесные разбойники, эти, кстати, которые стреляют, да, там, сильных, 14 человек, нет, не хочу я пока с ними встречаться, да, они от нас встали, так как у меня мало здоровья, они довольно-таки метко стреляют, не хочу, чтобы они сейчас перестреляли всех, все, мое ополчение, набрать добровольца, три реки, отлично, купим немножко радианта, да, оливки возьмем, почему бы и нет, какие у нас там ближайшие города есть, Суно, Суно мы были, правильно, у чехова, по-моему, у чеха не должен быть посредник, который мы можем сказать наших клиентов, и, собственно говоря, пока наши ряд движутся в пути, наш Толяныч обучает грамоте своих подчиненных, да, своих подопечных, он делает из них немножко более образованных людей, пытается раскрыть им какие-то горизонты, что в этом, вернее, где-то там есть еще другие миры, помимо того мира, в котором мы живем, а, и, разумеется, они время от времени усиленно тренируются, надо сейчас сделать какие-то инировки, так, посыпить поверну, разумеется, наемный садик, нам пока не надо, о, вот как раз посредник, кто-то нам нужен, привет вам, господин, думаю, знакомство со мной становится для вас не бесполезней, почему это, я предоставляю выкуп за несчастных пленников, которых захватывают в бесконечных войнах, обычно я путешествую по целинных шах за невольничных рынков, и если на пути я встречаю кого-нибудь с одним или двумя пленниками, я предлагаю деньги за выкуп, вы похожи на человека, у которого есть пара пленников подавцы, ну, конечно, наш оляночек похож на понедельник отъявленный, так, сколько я могу получить за пленного, ну, тут он говорит, что, в принципе, зависит от пленного, от его рамка, да, а вы меня сможете выкупить, если я попаду в пленник, отчего бы и нет, ну, в принципе, да, хорошо, отлично, когда доставай кашель, у меня есть кого-то так, давайте, подъявим всех своих разбойников, да, мы довольно-таки неплохо в них поднимаем, отлично, так, кто у нас тут, шерстник, ну, шерстник нам сейчас пока не нужен, наверное, идем на рыночную площадь, продаем, все ненужное, все лишнее, да, у нас всего ненужного довольно-таки, это можно пока отдать, наверное, полянучу нашу, да, 37,26, а, это же наш меч, тут, забыл, что это наш меч, получаем сущие копейки, сущие копейки, мы получаем, и, а, чего я продал, литр, я продал свою литр, да, литр я не буду продавать, я, наоборот, я куплю немножко еще, я куплю еще с ледомства, я куплю, свинину я не буду покупать, она очень быстро кухнет, сонное мясо можно взять, ль, пока нет, 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 будет все-таки дорого, я заплачу, без 7,8, ну, хорошо, подогрелись, так, 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 здесь у нас нету арены, да, замок можно прийти, там, наверное, нет, отдохнем, в печатле, нам еще рано готовиться, знакомиться, вернее, с какими-то лордами, с королями, потому что все-таки мы еще никто, и звать нас никак, мы больше похожи на какого-то местного бандюга, да, так, и того, 36, 52, нет у нас еще здоровья, отдыхать, отдыхать, пока что, отдыхать, зализывать раны, наш таляныч отправляется к местному лекарю, а вернее лекарке, и та его очень-очень, так сказать, пристально обхаживает, и наш таляныч очень быстро восстанавливает свое здоровье, а как, это уже другая история, это уже детям, после 18, и так, 32, 52, отлично, наш таляныч готов к новым приключениям, и мы отправляемся к ним, сейчас мы наберем себе свадов, потому что свады, это лучшие рыцари в этом мире, наберем добровольцев, отлично, так, я думаю, пока мы скачем, можно принять действия, а здесь нету этого, да, здесь можно тренироваться только лишь на специальных лагерях, потому что есть модификации, которые позволяют тренироваться в любой момент, да, можно вызвать, хотя нет, о чем я говорю, можешь поговорить и вызвать, так, дезертир 10, но это вообще-то опытные воины, и на дезертирах, мне сейчас, честно говоря, не хотелось бы нападать, со своим войском, хотя, вы знаете, можно попробовать, потому что, потому что, в принципе, хотя они могут нас сейчас разгромить, потому что воины, а мои все-таки еще трепья, но там и добыча должна быть побольше, получше, так, мы встречаем стрелка с вода, мы свободны, теперь мы сражаемся только за себя, отдайте золото, или мы убьем вас, можно сказать, не стоит драться, я заплачу за проход, но поскольку мы же сами-то и напросились на драку, когда я разберусь с вами, вы пожалеете, что бросите армию, атаковать, так, 4, 1, 1, 1, 1, 1, всем стоять, так, 2, 1, 1, 5, 1, этот, я, честно говоря, не помню, и сейчас посмотрим, кто у нас, без имени 2, атаковать, на какой кнопке он у нас находится, наш Низар, 5, да, на пятишке он настокуется, да, так, 5, 5, 5, 2, так, нашему спецназу команду за нами, если его там еще не грохнули, а его, похоже, уже там, да, его уже сбили с лошади, я разбирался, как ему дать команду, его уже сбили с лошади, к сожалению, так, ну что ж, тогда всем нашим пехоте в атаку, да, разобраться надо, с этими стелками, арбалетчиками, я думаю, что мы их не хочем, перещелкаем, атаку, ай-яй-яй, промазал, ну, чего еще ждать от Толяныча, да, да, что ж такое-то, а, никто попасть не будет, так, вы меня лошадь-то не сбивайте, товарищ, потому что, не, серьезно, что я попасть в какой-нибудь, есть, один есть, отлично, Толяныч одного уговорил, ну что ж, второй, блин, сбили мы, моего красавца, моего, ну, все, ночевайся, говорится, да, теперь пощады не будет, я хотел с вами по-хорошему, но, раз вы не хотите по-хорошему, то вот он по-плохому, да, ну что ж, у меня тоже есть арбалеты, знаешь, об этом, есть, все, все, ну, в принципе, мы довольно-таки быстрые, и я думаю, без особых потерь с ними справились, честно говоря, я немножко удивлен, потому что, раньше, когда играл, я понял, что дезертиры, это обычно такие довольно-таки серьезные противники, так, да, скиллот, сладко, вечно, так, плюс 5, ну, в принципе, всякую ерунду нам здесь надавали, 22-26, да, я, честно говоря, думал, что от них будет немножко получше вещи всякие, да, так, и у нас, изар у нас ранен довольно-таки сильным, Толяныч получает у нас повышение ополченцы вклада, ну, давайте стрелков, сейчас такая поделаем, редко, морщенец, отлично, да, пускай у нас будет, как три стрелка, хоккейщик, потом будем делать уже, наверное, садников, свадок, будем из них делать рыцарей, довольно-таки сильную, такую, да, единицу боевую, да, никто не хочет с нами воевать, вернее, не воевать, а к нам присоединиться, поскольку наша шайка-лейка больше похожа на какую-то, действительно, шайку-лейку, да, так, я думаю, что можно поехать все-таки в Чехову, сдать этих, либо же, либо же, в лагерь, принять действие, можно, конечно, пленных взять, но они будут сбегать потом, и даже не знаю, давайте попробуем, вы предлагаете своим пленникам свободу, если они согласятся, присоединись к вашему отряду в качестве воина, 4 человека из стрелки и свадок принимают предложение, взять их, так, 12 очков боевого духа мы потеряли, да, но, тем менее, у нас еще очень высокий, стрелков, свадок у нас уже 7, отлично, я надеюсь, что они от нас не избегут, собственно говоря, нам в Лучкову теперь не надо ехать, потому что у нас нету, собственно говоря, да, больше пленных, поэтому мы едем дальше, набираем себе войско, ищем что-то интересное, чем бы заняться, возможно, какие-то кресты интересные попадутся, так, забрали, что у нас, 700, и отряду мы платим 123, да, ну, пока нормально, так, так, наш Толяныч повышает свои умения, что же, ну, увеличить, верховая изда Триуза, нормально, лидерство, харизма, ну, пока лидерство я не буду увеличивать, содержание пленных, я хочу, наверное, пока увеличить вот это все, да, мощный удар, с каждым новым уровнем этого навыка, урона на силу и оружия недвиженного боя увеличится на 8%, конечно, не повышает, что оно будет в основном качать, наверное, ручники, будем качать силу, будем качать живучесть, мощный удар, сделать из него такого серьезного воина, да, поскольку без этого в этом мире просто не выжить, бывает, что один главный герой может, как говорится, исход битвы может зависеть только от него, хотя, конечно, мы всегда понимаем, что один в поле не воин-то на самом деле, и нужно иметь сильную армию, да, и уметь ее руководить правильно, но, тем не менее, бойцовские качества лидера, я вам скажу, что в то время средние века очень много значили, и если человек какой-то не умел держать, то как меньше, да, не было как бы с лицом на этом деле, то у него шансов стать лидером фактически не было никаких, потому что тогда и короли, и лорды, и все возможные остальные лидеры, все они дрались наравне со всеми, поднял в таверну, посмотрел, что тут есть интересно, последний там не нужен такой, наемный арбалетчик тоже не нужен, и я пока не вижу никого, у кого можно было бы взять еще в себе вот ЦР, хотя здесь кто-то стоит, посмотрел, кто это такой, шерстных там тоже пока не интересен, так, ну, пока ничего интересного нету, на рыночную площадь, продадим все не нужно, ржавая лебадра, которая нам в принципе не нужна абсолютно вся вот эта вот мелочь, ерунда, да, так, 101, ну, ерунду, конечно, мы выручили из этого, так, кого, соляныч, так, низар у нас ранен, соляныч, тоже надо все-таки отдохнуть немножко, да, вот такая вот эта игра, что здесь сначала мы беремся, потом отдыхаем, лечимся, восстанавливаемся, но я думаю, обещаю вам, что здесь будут довольно типические у нас сражения массовые, будут взятия замков, городов, будет оборона, будут войны королевств, будет войны армия на армии, все это у нас будет здесь, но постепенно, и не сразу, чем это хорошо, игра хороша, тем что здесь происходит все хорошо. Итак, королевство родок, королевство свадца согласились заключить мир, ну, это большая политика, пока нам она не интересна, пока мы ее очень-очень далеки, да, так, мы восстановились, наш визар, в принципе, уже 73, отлично, 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 так, давайте сохранимся, посмотрим, куда мы можем пойти, ну, наверное, сюда, может быть, еще бы, нет. Да, следователь, 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 деревеньки, как и потренироваться можно, чисто для фана порубиться, по своими войсками, почему бы и нет, посмотреть, как рубится наш визар, насколько он хорош, или нехороший набираем добровольцев отлично да как видим здесь у нас довольно много королев порядка 4 или 5 не помню сколько даже посмотрим решение экстракции 1 2 3 4 5 даже 6 сараницкий салтанат робот норд гердийская санта вегер сварда я просто уже давно не играл поэтому прошу меня извините мои недвижимости так пофиктовать ну давайте с двумя кто у нас не зародим будет ополченикс вар продолжить раз посмотрим ребята насколько чему вы научились ай-яй-яй это кто такой это не зармина так нет это слабенького ребята слабенько я что-то ожидал от вас больше ну давайте пофиктуем тогда с тремя один взор ополченикс так давайте ребятка давай кто на новенького давайте а че нет ну так же не честно 3 на 1 ну куда вы да а щит тремян рейд бруксват пещик ополченикс так ну вот это серьезно конечно у нас есть щит да да но одного мы успели успели одного сделать хорошо хорошо да для тех кто не знает здесь довольно таки интересные вот есть потренироваться на лошади да с одним научным оружием а по-моему надо ехать и тыквы скубать насколько я помню вот я по этим тыквам никогда особо там не попадал и я не помню честно здесь или было в этой модификации на время надо было еще проходить блин попасть не могу есть да наш столяныч сделали они значит такой тренировочный лагерь для себя да убили шестов поставили тыквы и айда тренироваться и наш столяныч как видите нарезает круги попасть не может все войско стоит на нем хохочет все над ним смеется наш столяныч конечно жестко позориться перед своим войском но что делать как говорится легко тяжело в учении легко в бою да поэтому смех смехом а тренироваться надо нашему колянычу чтобы так сказать не опозволиться уже перед а что ж такое то а попасть не может прям так тыкс 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 есть с пятого удара мы по ней попали к этой злополучной а что ж такое то а тыкс не попадает фуу ну я честно говоря устал этим заниматься ладно да ставить поединок лечение прошло плохо конечно плохо так ладно а ну-ка арбалет смотрите можно даже расстояние убрать ну 50 ярдов далеко довольно таки 50 ярдов я честно говоря думал что это немножко да так не попадем 50 ярдов в общем что вам сказать столяныч наш конечно жутко опозорился перед своими войсками жутко опозорился все поржались с него все посмеялись ну потехе время делал час как говорится да наш коляныч 90 вперед со своим войском потренировались они немножко отдохнули повеселились нерасторопности своего командира как он не мог попасть по тыквам и по всему остальному так и приехали они в другую страну которая называлась у нас королевство нордов так нордов будем брать ну даже не знаю норды 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 наверное не буду это нордов еще 31 можно кстати их пограбить сейчас этих нордов почему бы и нет хотя у нас всего 31 это дно нам могут сейчас крестьяне нападать здесь в игре честно говоря от грабительства деревень является практически чуть не единственным таким хорошим средством для заработка для силен довольно и быстрым потому что честно говоря заниматься торговлей здесь ну не знаю как то скучно нудно и не приносит она большого вода то есть а так скажем экономическая часть игры она как то не сильно продумана ну давайте попробуем давайте попробуем все таки это у нас сторона как то не сильно к нам расположена норд да там хотя нет сейчас я наверно не буду сейчас приду в саргот посмотрю кто там есть возможно я найду себе еще компаньона там и в тир можно сходить да здесь же есть куча еще по моему всяких пиратов там довольно таки не слабых пиратов морские пираты назывались я уже не помню как они назывались опа опа нет охотники за головами мы их не будем трогать в принципе в порте с ними отношения мы не будем хотя в чистом варбанде нету такого по моему что там война шла между охотниками и главным героем да но я не помню в какой то модификации есть такое что охотники за головами там отдельная фракция тоже с ней есть как бы отношения то ли это просто property of tender что то такое точно не помню оправьте меня в комментариях если я ошибаюсь то есть я как-то играл давно уже все эти модификации но так кого мы здесь видим кого мы тут видим конный страж в принципе ничего интересного я не знаю куда делись все посредники ладно мы идем в арену мастер арены наш Аляныч вышел в арене вау вот это да супер смех так давайте поговорим с мастером арены добрый день если вы хотите посмотреть на турнир то вам не повезло ближайшее время никаких турниров не будет ну что ж мы пока что не стремились на турнир да так хорошо хорошо и в общем то она предлагает попробовать себя на арене да она говорит что если мы победим победим трех противника то получим 5 динаров за 6 победить 10 динаров ну и дальше по нарастающим до 55 да ну хорошо почему бы и нет давайте попробуем а надо победить троих да для начала так 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 полегче паре один есть отлично так наш столяныч пока еще не настолько конечно И так вам удалось победить одного соперника. Неплохо, но призовым вам это не принесло. А теперь бы я на вашем месте вернулся и показался. Ну, давайте еще раз. Давайте еще раз попробуем. Так. Есть, по ногам. А, сейчас меня грохнут. Есть! Есть! Я одного грохну. Отлично. Так, теперь надо отойти и как-то всех расстрелять. Два есть. Есть. Отлично. Есть. Три есть. Отлично. Держите за меня кулаки. Блин. Так. Надо все-таки пойти взять какой-то мечик себе. Потому что он мне сейчас грохнет. Блин. Нет, так не честно. Ну, я с луком, он с ничего. Ну, куда ж так походиться. Так. Ну, уже лучше. Уже лучше. Пять заработали, да? Три противника. Ну, давайте еще раз. Почему бы нет? Это как казино. Ага. Есть. Один. Два есть. Отлично. Так. Ну, куда? Куда ты к нам бежишь? Три есть. Отлично. Пять монеток заработали уже. Так. Ну. Блин. Два лысых, дядьки. Два лысых горца нас удалили. Эх. Да. Еще три противника. Ну, давай еще раз. Давай. Еще раз. Почему бы нет? Нет. 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 Так. Мастерский. Аккаун открылся. Ё-моё. Да. Не получилось у нас. Не получилось. Ну, продолжая нашу историю, надо сказать, что наш Толяныч зависал целую неделю. Он бился на арене. Каждый день он приходил в синяках и кровоподтеках. Было даже такое, что его полченцы приносили его из битого куком на тушку, которую, вернее, в том доме, в который они снимали. Ну, Толяныч понимал, что ему нужно наработать этот опыт, что ему нужно получить умение драться, да, потому что его-то крестьяне не умели особо драться, а ему-то надо было у кого-то учиться, и, возможно, учиться у своих крестьян, и поэтому он продолжал, несмотря на все свои потери, опять и опять возвращался на арену и продолжал тренироваться. Да, ну, слуха нам, конечно, тут не везет, когда свечом... Так, открылся, да? Как мы его? Ах, как мы его? Не ожидал, да? Не ожидал. Так что-то я мажу. Блин, ну-ну-ну, куда-куда? Есть. Так, какой нам? Два есть уже? Тихо, дядя. А, чёрт, не успел я его, не успел. Просто-напросто не успел. Ну, давайте ещё пару боёв. Почему бы и нет? И опять, смотрите, начинается с того, что у нас постоянно билит какой-то чудик. Слечом мы ему чуть ниже. Счета стреляем. Нечестно, не по-рыцарски. Но что делать? Что делать? Этот мир такой, что здесь придётся драться. Да, я надеюсь, что мы его сейчас снесём. Пока он до нас отбежит, да? Второй. Третий. Отлично. Тоже чуть ниже пояса мы всё снимаем там. Всё лишнее. Учимся стрелять из лука. Я надеюсь, что никто там ко мне сейчас не подойдёт сзади, да? И меня не вырубит, потому что такое вполне возможно. Осмотреть мне некогда. Оборачиваться. Так, ну, мы уже, смотрите, мы уже пятерых убили. Довольно-таки неплохо. Наш Толяныч уже научился как-то стрелять. Да? Так, кто, где, кто? Блин, со щитом, со щитом. Сейчас, наверное, не люблю, когда они со щитом бегают. Ааа, чё. Тихо, мужик. Нет, блин. Не успеваю я. Шесть. Что мы получим за шестерых? Есть один нара. Ну, уже лучше. Уже наш Толяныч делает успехи. Уже делает успехи, уже шестерых, да, уговорил. Так, бежит на нас какой-то высший мужик с дубиной, С явно такими недобрыми намерениями Ну, наш Столяноч как бы Как человек такой Современный Он понимает, что ему ничего хорошего Это не сулит Так, трое есть Отлично А, кто там еще? Кстати, двуручный меч Это такая вещь имба морская, да? Есть, отлично, здоровья мало Сколько? Четверо Четверо, да уже? Хорошо Ну, я скажу, что мы Тренироваться будем, конечно, время от времени На арене Потому что Я уже, честно говоря Не дрался Давно, поэтому я уже не помню Как тут надо драться Блин, а у него У него лук Так, а мы ничего не можем больше взять Ну, смотри, я же тебя догоню Хотя там сейчас его и без нас Два лучника, отлично 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 Так, я надеюсь, что он у нас не попадет Он у нас не попадает Маневрируем Наш Столяноч включает Такое, да, упражнение Есть колокол Если вы знаете То есть искусство Когда Можно уклониться от пули Там Блин, ну Резкий какой-то мужик, да? Так резко подбежал Я не успел бежать Я офигел, вообще Я не знаю, как И Так, 10 динара, да? Что, наш Столяноч Продолжает Зависать В этих самых На арене Продолжает Биться Себе Как бы Учиться Да Биться Потому что Те Как Здесь Можно Обучиться Обучиться Воевать Потому что Иначе Он в этом мире Просто не выживет А ему еще надо Как-то обучать Еще своих Крестьян Делать из них Солдат А не просто так Вот мужик уже Смечен, да? У него всего лишь Какой-то Огрызок А не Балка Ну Давай, мужик Давай Все Есть Четыре Отлично Так Так Блин Серьезный был Спортивник Серьезный Я Должен вам сказать Ну что ж Честно говоря Мы много здесь Не заработаем Но я здесь Не ради денег А ради Того Чтобы Опыт набрать Боевой Да? Вспомнить Как здесь Надо боев Воевать Как тут Надо вообще Чтоб можно было Как-то на турнирах Себя потом Проявить Ну Отпиш Отпиш Моя Ты радость Охрен Чуть 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 Ну да Есть Отлично Открылся Молодец Хорошо Так Где Куда 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 Блин Не ожидал Что он так Кресло ударит Честно Трое Трое Как бы не такой Нуб Как был сначала Уже может там Четырых Говорить Уже Да? Ач Сразу Попал Да Это я когда много разговариваю Я конечно же Я конечно же Начинаю Тупить Так Ну что Дядя Есть Так Толяныч Начал Сдавать Скорость Или я Устал Здесь Бороться Всего лишь Двое А у нас Уже здоровье Ход Наплакал Непорядок Непорядок Так Ну вы Вдвоем На меня Не бегите Я понимаю Что вы хотите Да Непорядок Ну еще Буквально Наверное Еще Один Два Раза И все И будем Заканчивать С ареной Хоть это И весело Но Есть Да Илье Отлично Так Здесь кстати Если по умному Драться То можно Довольно Так Неплохо А я кстати Здесь больше Десяти Противников Никогда Не выносил Не знаю А ну Боем На одного Вы че Ребята Нечестно Жить Так может Кажется Сам за себя Должен Ну че Ребят Скажется Так Так же Нечестно Жить Есть Два Отлично Так Мужик Ты Есть Три Отлично Фух Встал я Что-то Забиться Ну ладно Еще одного Так Так Блин Резкий он Однако Ну ладно На этом Все Друзья На этом Все Нет До свидания Мне пора У нас Дела Ждут У нас Важные Дела Так Толя 98 На 724 Мы Не так уж и много Мы наработали Да Денег На Арене Но Тем не менее Тем не менее Мы Набрали Опыта Боевого Наш Толя Немножко Потренировался И Семьсот Он Здесь Зависал В тире В местном Так сказать Кабакей И Варенья Да И Усиленно Тренировался Усиленно Тренировался Своих Солдат Ну Дорогие Друзья На этом Сегодня Все Что будет Зав В следующей серии Да Вы узнаете Уже В следующий раз Я думаю Что нас ждут Очень Очень Интересные Приключения И Нас ждет Очень много Интересных Схваток Очень много Интересных Боев И вообще Будет Очень Очень Все круто И интересно Ставь палец Вверх Подписывайся На канал Всем удачи Всем пока С вами был Эпик Геймс На нам всем